ну что как бы не хотелось нам этого но настало время прощаться прощаться конечно очень грустно 4 года мы били вместе 4 года как бы так вот вместе там ездили по шпермюлям находили что-то в каком-то в какой-то мере вместе там радовались находкам прикольным вот всегда было как бы хорошее такое взаимопонимание не знаю вот такие такие моменты как бы скажет кто-то внутри сентиментален но тем не менее тем не менее это так и вот настаёт действительно иногда вот такой момент когда приходится расставаться прощаться ну да скажите спросите почему конечно же такой вопрос почему почему и кому вообще эти слова мои значит как бы направлены прощаемся прощаются сегодня именно с автомобилем своим ребята уж извините за такую небольшую шутку сегодня вот этот вот автомобиль рено twingo на котором в принципе проездил уже четыре года вот уже я значит договорился его завтра заберут у меня за небольшие деньги его отдаю его так сейчас чуть-чуть немножко привел порядок вымыл вот на нем есть еще два месяца техосмотра и я его отдаю так сказать в хорошие руки за 100 евро у меня человеку приедет заберет то есть машина совершенно на ходу но значит я не стал ее отдавать на свалку потому как эта машина еще может ездить по и по сути своей да но в нее чтобы для следующего тюфа то есть техосмотра ее подготовить мне нужно вложиться то есть там нужно ну не знаю сколько денег ну вложиться нужно потому что нужно тормоза новые нужно скорее всего по ходовой там впереди что-то обновлять ну в общем порядочная сумма я думаю выйдет ну как порядочно ну 500 евро точно должно быть наверное инвестировано мне и а то и больше вот ну тем не менее человек заберет наверное скорее всего будет ее восстанавливать там потом продаст вот потому что за такие за такие деньги именно скорее всего так и делается это вот ну а что у нас что у нас о на чем мы будем дальше ездить сейчас я вам это все буду показывать вот для этого нам нужно выйти из машины еще раз обойдем такой круг почета сделаем этой машине спасибо и конечно вот вот так вот еще она выглядит еще мои номера на ней стоят я еще на ней сегодня езжу ну и вот так спасибо тебя машинка все ты меня не подводила значит ну действительно машина за четыре года я значит в нее вложил наверное ну может быть от силы 100 евро там на ремонт мелкий это очень хороший показатель вот что у нас по следующей машине ребят вот такая у нас следующая машина купленная и сейчас я небольшой такой экскурс проведу вам кто-то скажет ну ты поменял шила на мыло значит типа того что маленькую от маленькой избавился маленькую взял да именно такая машина мне нужно потому что все таки для моего хобби именно такой машины мне хватает на основную работу ездить это тоже самое то что нужно то есть должна быть маленькая экономичная машина но все остальное это только хобби и значит здесь кстати место чуть чуть больше чем там чем в той машине вот это у нас вот такая юндай гетц называется да вот что у нас по цене и и значит купил я ее за небольшие деньги вложил в нее немножко еще ну короче так сказать что купил резину новую ну не новую там почти новую скажем так хорошая еще резина кое-что там обновили мы и получилось что она мне в общей сложности вместе с тех осмотром обошлась в 1100 евро вот такая машина значит это у нас как я уже сказала на юнда и гетц у нее 67 лошадей один и один движок вот сейчас мы посмотрим ее внутри ну вот так она выглядит так где у нас кстати я еще даже не знаю как у меня сиденья подкидывается по киньте вот так вот сзади вот 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 столько места ну такая маленькая машинка монолит рачка такая вот сиденья мы конечно же будем убирать вот не полностью а ну как это складывать когда будем по находкам ездить вот сейчас сядем вот так садимся я закрываю ключик вот от нее короче вот и кстати вот узнаете находку это находка буквально недавно видео проскакивала я ее нашел и специально я уже тогда планировал все это сделать и специально я ее оставил для того чтобы поставить следующую машину интересный такой магнитофон чик тут есть bluetooth тут есть вся фигня навигация и так далее вот так так что она как раз в тему пришлось вот ну что у нас еще заводим у машины пробег кстати сейчас я вам скажу тысяча четыре не сто сорок четыре тысячи девятьсот ну в общем сто сорок пять тысяч пробег вот так вот она довольно таки тихо работает все нормально ну в общем ребят все вот этот наш друг на следующее как минимум два года а там посмотрим вот так что на этом в принципе буду заканчивать вот сейчас мы выключим в принципе я вам показал единственная проблема здесь была в этой машине курили вот и сейчас дядька тут меня попросил отъехать в этой машине курили мне пришлось внутри очень хорошо почистить помыть вот и короче так вот отвлекли меня в машине курили женщина ездила на ней и она курила поэтому пришлось машинку мыть изнутри специальными всякими короче прибамбасами вот чтобы 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 не воняло вот что немножко из минусов в этой машине это я вам сейчас скажу ну у нас тут по моему не по моему а точно у нас нету климы климанлага нету ну как его кондиционера да вот но для германии это не критично вот и у нас значит ключ видите какой то есть у нас нет центрального замка то есть нажимать там на кнопку чтобы все закрывалось вот это у нас из минусов вот ну в принципе вы знаете как я уже привык и на twingo я ее никогда не закрываю нигде вот поэтому такие машины и если ну если там ничего ценного не лежит то их никто не тронет никогда здесь вот ну в общем вот так вот в принципе я вам все разъяснил все рассказал вот сейчас я выйду еще раз мы посмотрим ее снаружи я ее закрою и на этом будем заканчивать вот еще раз показываю значит вот так вот выглядит стоит зеленый плакат здесь ну в общем в принципе еще пойдет вот дальше идем сюда вот и номера номера я планирую свои оставить поставить сюда те же номера которые у меня были ну все на этом все ребятки я буду заканчивать надеюсь я вас не сильно напугал своим названием видео всем вам удачи не болейте и до следующего видео спасибо 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 Продолжение следует...